Вера вечна, вера славна, наша вера, право славна. Вера вечна, вера славна, наша вера, право славна. И когда ясно и явно Господь Духом Святым дышит здесь, где хочет, и когда хочет, приходит. И не знаешь, когда приходит и когда уходит. И когда Господь показывает живую церковь, как она живет, как она рождается, как она на Голгоф уйдет, как мучается. Как человек в муке рождается, чтобы в Духе Святом в церкви родиться. Самое главное, что хочу подсказать. Что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, как бы ты ни постился, что бы ни делал. Одни там пост больше выбирают, другие покаяние, третий, еще что-то, путей таких много. Но хочу сказать, что если одного не будет у всех этих путей, то не будет и Христа с тобой живого. Что именно я имею в виду? Когда ты молишься, проверяй с молитвой. Если ты можешь соединиться со Христом и чувствовать, что Он молитву твою услышит через живую веру. Или, допустим, тебе тяжело было на сердце, ты помолился и раз камень отвалился. И так радостно. И Господь Духом Святым приходит. Вот это соединение с Богом. Ты должен научиться молиться так. Неважно, каким путем ты к молитве идешь, постом, покаянием или верою. Ты должен научиться так молиться, чтобы все исчезали вокруг и оставался только Господь и ты. И если вот эти вот мгновения такие вот будут и будут увеличиваться, это будет правильный путь по Богу. Такой человек всегда будет приносить плод, кто в 30 раз, кто в 60, а кто во 100. Вот, в принципе, что я и хотел сказать. Самое главное, чему сейчас по сути своей не учат, не подсказывают и не говорят об этом. Поэтому самое главное то, что собор верных архиереев, которые желают быть верными, не то, что мы себе поставили, что мы сейчас верны, нет. Но мы желаем верность эту сохранить. Кто говорит, что он в истине, это уже в прелести человека. Так меня Господь учил через духовников. Поэтому мы должны идти к истине, стараться ее хранить, стараться к ней приближаться, стараться ее не нарушать, стараться не дать никому, чтобы ни один волк не пролез, не разрушал изнутри. А для этого нужно рассудительность иметь, чтобы распознать этого волка, ибо он только распознается духовным плодом, то есть через чувствилище сердца. Только через сердечное видение можно увидеть лукавого человека. Понимаете? Поэтому постарайтесь, как бы вы ни жили, проверять себя так. Может ли человек соединяться с Богом в молитве? Чувствовать плоды те, которые святые отцы описывали, и никакие, и более другие. Все вот то, что нас осязается, чувствуется, то есть вот запахи обоняются, то есть да, это все, оно, Господь может через эти чувства действовать, но они не приносят нам именно плодов возрастания в Духе Святом. Опыта они не подают, поэтому отцы всегда пытались, как бы, уходить от этого чувственного, и пытались к сердечному, к духовному идти, чтобы в Духе Святом рождаться сердцем. Вот, поэтому я и говорю вам, через молитву, через живую веру. И человек, который навыкнет так жить, уже не важно будет, какого он святого отца больше послушал. Одному человеку плод приносит и пользу дает, допустим, пост, а другому там кушает и благодарит Бога, да. Третий кушает и представляет, как он, как отцы учили, да, то есть во сколько нищих сейчас голодных, и он уже без наслаждения кушает. То есть кто как пытается сделать все возможное, чтобы не угодить этой плоти своей, этому идолу, который только ей желает всякие похоти. А мы с вами, братья и сестры, и все должны научиться только одному соединяться в Духе Истине с Творцом нашим, который любит нас прикоснуться к Его любви. Это самое дорогое, самое главное. Ибо если я буду держать посты, если я буду там разные, допустим, подвиги творить, но я не смогу соединиться с любимым Христом в молитве, то как же я смогу утешиться, как же я смогу обрадоваться Спасителем моим, и как же я вообще могу возрастать. А ведь Господь сказал, если прибудете во мне, все, что еще не попросите, все получите. А как же так? Как узнать, пребываем мы во Христе или нет? Если мы Духа Святаго ощущаем, братья и сестры, если мы Духа Святаго ощущаем в сердце, это и есть самое главное, когда мы можем с верою помолиться Господу и сказать, что мы, Господи, Ты с нами присутствуешь, мы чувствуем Тебя сердцем, и опереться на Слово Божие и с верой ожидать ответа, который Сам Господь по воле Своей поможет нам подать. Слава Богу за все. Проверяйте себя через молитву. Другого я не знаю пути. Спаси, Господи, с Богом. Голгофа и молитва. Голгофа и молитва. Самый первый признак от того, что и бывает и тяжко совсем, а потом утешение такое, это вот Господь спасает своих детей. Это есть церковь Христова, когда мы вот так вот живем. А когда у людей все ровно якобы происходит, то это уже совсем беда, совсем большая проблема. Помоги нам, Господи. Что еще хотелось сказать? Я когда слышу от людей, и они мне говорят даже такие вещи, то есть серьезные, что вот мне Господь уже подсказывал, мне надо, конечно, пост и молитву, то есть уединение. Мне больше ничего не надо, и тогда у меня будет все добре, нормально будет. Мне уже было показано, я от такого состояния благодать получал. И люди в этот момент, куда бы они ни приезжали, они начинают по духу своей воли подгонять под себя все то, что им нужно вот уединиться, нужно вот то, вот то, где они благодать получили. То есть вот. И все подстраивают сами по своей волею. Вот Господу, допустим, угодно было им благодать и показать, и подать, куда им жажду надо проявить. Но нельзя, это глупость большая, чтобы это есть неразумие и безрассудство, когда человек сразу же начинает все под это подгонять, то есть и говорит, мне надо, мне надо, и начинает винить все обстоятельства, когда не так, как по нему идут. Людей начинает винить, что они виноваты, то есть во всем. То есть и все будет подряд винить, и будет в таком ужаснейшем положении находиться сердцем, и это самое жуткое состояние вот этой прелести своевольной. Надо человеку понимать, что Господь желает сегодня подать, как чтобы мы прожили этот день. Давайте с утра проснемся и скажем, Господи, благослови, как этот день прожить, как Ты хочешь, не как я его хочу прожить. Пусть все обстоятельства, которые идут, как Ты хочешь, и помоги мне принять со спокойствием душевным, духовным. Как отцы святые и оптинские писали в это в молитве, вспоминайте. Поэтому мы должны это все воплощать в жизнь, и тогда у нас будет все добре. Спасайтесь, братья, с Богом. Очень рад, что ты все-таки соизволил открыть сердце. Чудотворцы. Надо было сразу это сделать. Но и верую, что Господь в свое время делает все. Он дает намучиться человеку определенное время. Вы, во-первых, в неправильном состоянии. Вы смотрите, как жили раньше отцы в мирное время, что они стяжали и говорили. И для этого они говорили правильно. Если в то время так человек бы жил и ночами спал бы, он бы был бы черной головешкой, а не монах. Но отцы святые никогда не говорили, как же будут жить катакоммники в царской империи при Антихристе. И поэтому сейчас тебе должно смотреть, что я говорю, где окормления какие-то говорю или еще что-то, и следить за этим, окормляться. Господь тебя ведет намеренно так, чтобы ты где-то помучился, где-то не понимал что-то. Для того, чтобы ты во всех ситуациях смог довериться Христу. Особенно в тех, когда чего-то не понимаешь. Но я тебя сейчас растолкую, что тебя Валь просто на лопатки положил и обманул изначально. Ты, во-первых, и времени распознал, и приложил к себе то, что отцы говорили, к тебе не относятся, это раз. И ты к себе это приложил и начал себя жрать в этом уныне непонятном. Ты что хочешь? Лучше быть, что ли, сейчас? Тебе Бог определил твою меру, отнеси ее, а ты хочешь лучше быть. Это все от того, что гордыни очень много и тщеславия внутри. А тебя, враг, чем обманул? То, что ты захотел быть другим, это уже тоже своеволие. Ты против своеволия мучился, так ты и был в духе своеволия. Понимаешь? Поэтому вся эта скорбь, она не от Бога. Она попускается Владыкой нашим Христом для того, чтобы вы поняли, что дух своеволия, он такой страшный, ужасный. И как же сейчас быть? Как же от него отойти? Надо сейчас смотреть, как Господь через помазанника окормляет. Где-то я не могу вам что-то сказать, но стараются люди видео какое-то выпускать, тоже окормление. Ну, где-то и напишите лично, Бог даст, обязательно постараюсь ответить. Когда Бог благословит. Бывает, Господь не благословляет какие-то вещи, я туда не лезу. И не задаю вопросы, почему это не так. Потому что эти вопросы, если буду задавать, сам же упаду опять же в своеволе какое-то. У вас желание то, которое есть, его надо умерять, потому что человек, который, вот, как же я хочу вот тем-то быть, вот, ну, таким быть, вот, а я такой не соответствую, начинается уныние какое-то, самоедство. Как же отличить самоукорение от уныния? Я же там в окормлении говорю вам. Отличить очень просто. Если у тебя скорбит сердце о чем-то, это Господу в печали, а ты какой-то там своей передаешь, и потом такое утешение идет. То есть в скорбе, если ты передаешь Господу, и утешение идет. Вот это добро. Вот. Здесь самоукорение, значит. А если человек начинает самоедством заниматься, и у него вот такое, вот он и мучается, и скорбит, и это, то есть, да, вот это вот уныние, вот это жесткое, это есть, значит, человек не самоукоряет себя по Богу, а самоедством занимается, сам себя съедает просто, понимаете? Это есть уныние, враг его обманул. Вот этот дух своевольный, сколько вас и мучил, он мучил только потому, потому что вы его и впустили. Вы его впустили, он вас обманул. Он влил вам в сердце желание быть вот таким, но я не соответствую, и так далее. Это тоже дух своей воли. Поэтому несите ношу по себе и берите ее по себе. Вам Бог определил сейчас окормление другое, вы должны по духу его понимать. Если вы архиереи не поймете, что бы ты ни делал, как бы ты ни шел. Один святой отец, он, допустим, говорил, что надо поститься больше, другой там еще что-то, третий еще что-то, это все добре. Все это добре, но я вам скажу. Если все это вы будете соблюдать, и у вас не будет молитвы с Господом, если священник, епископ не будет соединяться со Христом, в молитве, значит все его дела, они гнилые. Там нету никакой правды Христовой. Если дела, которые мы делаем по Богу, они нас не соединяют в молитве со Христом, а разделяют, то это не есть дела богоугодные. Понимаете? Вот, друзья мои, вы должны осознать эти вещи. Враг тем своеволием именно зашел, что ты пожелал, чтобы тебе вот... Я не хочу так жить, вот назначьте мне вот это вот сделайте, вот это вот, когда мне определят все, мне так легко будет. Нарисовал он там что-то там вам, а вы это приняли. Поэтому через это своеволие, в этом духе своевольном вы и мучились все это время, и в духе уныния, потому что он всегда имеет ложные надежды. Понимаете? Он ложные надежды дух своевольный всеевает нам. А потом вот такие вот скорби происходят с человеком. Вам нужно быть мудрее, дорогие мои друзья, и понимать, какое время года мы живем. И Господь сейчас вот так определяет, чтобы отделить прелестника от истинного человека. Если человек может соединиться в молитве с Господом, и у него все исчезает, только Христос, Господь, и он с ним соединяется. И это добро. Это добро, да. Надо соединиться всем своим сердцем со Христом, умом и сердцем, вознестись к небу. И чтобы, как перед лицом Господа говорить, и живая вера в сердце горит, и плоды эти такие присутствуют, и такое утешение. Это дитя Божие, которое Господь возводит через кровь Сына Своего Божественного, Господа нашего Иисуса Христа, Сына Своего возлюбленного. Поэтому у нас есть у православных великая милость. Может, Дух Святый прийти к нам в сердце и вопиять Ава, Отче. А если он будет вопиять там, то тогда чего же вы понапрасну переживаете? Что же вы перестали в эти искушения доверять Господу? Куда у вас доверие ушло? Почему вы не верите, что каждый волос у вас считан на голове? Доверяйте Господу, особенно тогда, когда вам тяжело. Если вы видите, что какая-то тяжесть навалилась, вы как воины встаньте и подумайте, ага, что-то не так. Владыка Христос что-то мне попустил. Если это терзает мое сердце и подрывает какое-то состояние духовное мое, и даже где-то бывает на веру накидывается, все это недоброе, значит, где-то мы сами виноваты. А если идет нападение, а в сердце такой, все равно покой сохраняется, и вера живая стоит, и Господь всегда показывает, чадо мое, терпи, так надо. И человек с верой идет на этот крест и терпит ради Христа все, что положено. А всякий, кто ради Христа делает что-то, как говорил святой Серафим Саровский, получая Духа Святаго, кто в 30, кто в 60, а кто во 100 крат. Поэтому, дорогие мои друзья, владыки, пастыри и архипастыри, вы должны научиться любить Господа так сильно, чтобы, зайдя в церковь, вы сразу поняли перемену. Зайдя в церковь, у вас сразу сердце должно охватиться благодатью Духа Святаго, и вы поняли, что такое величие Господа нашего Иисуса Христа, Господа славы, Господа сил. Как же мое сердце желает, чтобы все люди полюбили Господа и все служили Ему, как один, пылали. А кто впереди идет, а ты увидишь и думаешь, улыбнулся, брат впереди, у него сил больше, надо догонять его. И нету никакой зависти, и никого. Радуешься за того, кто впереди бежит ко Господу, и радуешься, что такие есть люди, какой он дивный, начинаешь пример с него брать. Вот, любовь, она никогда не завидует. Запомните, братья и сестры, с Богом. Поэтому не переживайте сильно. Господь мудрый. Давайте доверимся, и такое счастье будет. И не будет у вас таких опечаливаний, когда кто-то вас не услышал. Надо понять, чем вот этих всяких болезней в сердце полно, то есть это признаки болезни нашей. Поэтому не бойтесь, идите на эти боли. Когда боль, значит, человек будет выздоравливаться. Когда у вас болит, вы, значит, понимаете, ага, здесь я болен. То есть, а святые что заповедовали? Познай себя, и хватит с тебя. Так это и говорит о том, чтобы вы познавали себя. А как познать себя? Это не просто так. Раз нам в картинке посмотрел, прочитал, все понял, понял, ага, все, благодарю, да? Нет, это самому надо идти. Это и боль терпеть, и муку терпеть. Поэтому вот, когда сердечные боли такие, а потом они заменяются духовным нападением сатанинским, и человек начинает чувствовать сатанинские духи, которые нападают на него, ненавидя Христа, Бога, которого мы любим. За нашу любовь ко Христу они нас ненавидят еще больше, и начинают с завистью кидаться. Вот здесь человек начинает терпеть мученичество, поэтому все святые мученики, воистину все святые мученики. Вы можете, матушка, вот это сообщение мое даже и отправить, скажите, я так просто поделилась вот с помазанником, что печалуюсь о том, что не услышали вы, и вот что он ответил. И отправьте людям, чтобы они понимали, мы никого сюда не созываем, мы служим Богу нашему, а у Бога все дивно и премудро в свое время. Кто-то придет, а кто-то ожесточится и начнет хулить. Ну, что сделаешь? Была у нас тишина на полчаса, когда каждый делал. Когда же это было? Тишина была. Вот они любят маму отрока, Вячеслава, а знают меньше меня грешного, потому что Господь меня научает. Вот когда была жизнь мамы отрока Вячеслава и отрока, и стояние матушки вот эти 20 лет, это было время на полчаса, когда небо на полчаса замолчало. В апокалипсисе сказано. Что же это значит? Отцы говорят, что это дастся свобода. Кто хочет, будет делать правду, кто захочет, будет делать неправду. А потом плоды начнутся. И Господь поэтому потом подаст релью пророка, и они начнут собирать тех людей, кого Бог знает. Бог знает, кого Он увел к себе. Но ведь матушка-то Валентина так и говорила, повторяла отрока слова каждый раз. А он был кто? Он был последним пророка, последнего царя. То есть он был последний святых, после кого должен уже прийти помазанник. Так и произошло. Поэтому время на полчаса закончилось, и мы ведем войну. Поэтому мы даже здесь непоминающим первый раз такой отпор дали. Один раз, и все. Но ведь так же сказано, что если кто захочет, их обидит, выйдет огонь из уст их и пожрет их. Здесь говорится, вот за этих, как раз таких же, непоминающих и других подобных. Мы же за истину заступаемся. А где же должен Илья быть с пророком Енохом? Где же они должны быть? Они должны быть именно там, где Новый Израиль. Конечно же, многие ждут не там, но это есть ошибка, это есть прельщение. Именно здесь должно быть. И святые, которые толкуют Евангелие, Викторин Китовийский и многие другие, они прям показывают. Такие, как Гурич и Злов, придет Илья, а с Енохом, помогайте ему. Ну, что еще, как еще можно открыто сказать, как еще можно явнее это сказать? А как можно здесь не увидеть Дух одного и того же, если мы не в Духе, мы и не увидим? Допустим, когда Малахи говорит за Илью пророка, он говорит, он будет исправлять помышление сердец. А это и есть Духовник. Эти слова, это и есть Духовник. Духовник кто такой? Это тот, кто исправляет помышление сердец наших. Ибо по мысел есть Дух. И мы должны опасно наблюдить, какой Дух может в сердце наше войти. Для этого нужен Духовник. Потому что есть те мышления, которые мы в сердце думаем, что мы правильно рассуждали раньше, а через это уже бесы вошли. Они не имеют доступ до сих пор. Поэтому что же надо сделать? Оно же не исцеляется такое. Надо мышление выправить, чтобы ты осознал человек, что да, я там неправ был, прости меня, Господи. А для этого, чтобы человек легче окормлялся, ему нужно сразу свое сердце открыть и сказать, Господи, я больше не хочу защищать свое сердце. Не надо, потому что там помазанник говорит, что кто защищает свое сердце перед помазанником, то есть это значит, вы перед Богом защищаете свое сердце. Нельзя это доказывать и защищать сердце свое. Откройте его, и Бог все, не гожие выкинет, а гожие оставит. Вот это и есть доверие, но через это доверие человек нищете пойдет, духовно, он осознает, как тяжело это духовная жизнь. Ну вот и батюшка наш святой Лаврентий Черниговский, он именно говорит уже, там пророк Малахи говорил за Илью, а здесь батюшка говорит за царя. И то же самое, говорит, он будет окормлять всю Русь. Понимаете? Это говорит один и тот же Дух через разных святых отцов, которые жили разное время. И говорится здесь за одного человека помазанник и будет Илья. Ну конечно же, ведь две масляны, три и есть это должен быть, обязательно должен быть первый священник и помазанник. И я конечно недоумевал, когда Господь так определил, хоть меня и называют, что я сам на себя вот тяну, все одеваю. Ну это же неправда. И моя совесть спокойна в этом отношении, люди знают это. Но вот даже пример, да, за патриаршество сегодня день интернизации, и я именно в эти дни тогда же отдал Силофиилу, я говорю, вот, может Павел, помолитесь Богу, от руку Павлу, может быть, Господу угодно будет, а не меня патриархом ставить, я же помазанник на себе уже имею царство, зачем мне все на себя тянуть. Вот, пусть другой трудится. Я один человек, как могу все охватить? А если все я на себя охвачу, а потом, как быть мне? Вот, нет, я этого боялся, на себя взять то, что Бог мне не дал для меня. Это очень страшно, люди даже не представляют этого, как Господь мне в страхе держит мое сердце, не взять на себя то, что Бог мне не дал. И вот здесь вот, матушка, мы должны понимать, куда Господь нас приводит и где истинная церковь. Это воистину царской империи. Об этом и святые отцы сказали, Пелагеюшка Рязанская. А кто? И она сказана, сказана, что она одна не поклонница антихристу. Так скажите, она есть или нет? Ну, есть. Вот, да, царская империя. Два собора собрала, три, третий собор, земский собор, да, и все. И здесь они четко знают, кто антихрист, кто Бог. Здесь все четко ясно в царской империи. Поэтому, матушка, Бог с нами. И не переживайте, вообще не думайте. Если бы люди знали, сколько я Духа Святаго получаю, они бы побежали сюда, к этой воде живой. И вот, Господь мне так помогает, что я чувствую от Рока Вячеслава и маму его. И Господь открывает Писание мне, кто в какое время жил. Поэтому их обязательно надо обоих, а не прославленные у Бога. Потому что они жили в период полчаса. Понимаете? Это бездействие. Поэтому, как было матушке тяжело, как было матушке тяжело, Валентине Афанасьевне. Но она пронеслась в этот крест. И земной ей поклон. Хоть я никогда и не увидел ее, но верую, что сейчас по чувству могу как-то приблизиться и помолиться им. Конечно же понимаю, что сейчас наше время очень тяжело. Тяжело не заблудиться, тяжело понять, какое время происходит, в какое живем. Потому что делать приходится по духу не те вещи, которые расписаны в книгах. сейчас очень много людей погибают. Надо научиться нам Духа Святого ощущать настолько быстро в сердце, чтобы мы чувствовали Его волю, Владыки Христа нашего и Бога. Его суд, чтобы мы ощущали и передавали людям. Вот что нам нужно. Единенно потребу соединиться с Ним и жить с Ним. и чтобы наша каждая клеточка растворилась во Христе и все было Христовым. Дай Бог, дай Бог, чтобы так и было со всеми нами. Господи, услыши человека любим Твоим и помоги нам грешным. По поводу монашества ясно, да, конечно же, это Дух Святый призывает. Но когда Дух Святый призывает к монашеству и подает жажду, он потом научает, что я тебе жажду подаю это, да, я тебе говорю, что я тебя зову на этот путь. Но я хочу тебя научить, чтобы ты знал, что неумеренная ревность приводит к бесовскому состоянию. Поэтому Господу везде и всегда нужна именно умеренность. Поэтому святые отцы говорят, сколько в человеке терпения, столько в нем и благодати. У Иосифа Исихаста написано, старшечка нашего. Господь часто так делает, наперед бывает жажду подает, а потом человека научает, как правильно доверять Богу. Ну и много, много чему. Если вы желаете вот этого, в этом направлении, чтобы чему-то духовному научиться, то, что мне Господь положит на сердце от вас, грешный, попробую передать вам. Если у меня, наверное, на людей какие-то планы есть, я мину, я иночество стрижу сразу их в монашество, для того, что сейчас времени нету, ожидать ничего. Господь так сейчас дивно управляет, что сперва человека ставят на должность, а потом с ним работает. Кует из него, если поставят вас священником, он будет потом из вас лепить священника, поэтому у вас, будучи священством, в священстве у вас будут разные состояния, если Господь призовет вас, и мы должны так стараться это пережить, чтобы не удивляться падением, удивляется падением тот, который считает себя в сердце праведником. А мы грешные, что, Господи, от нас еще ожидать, только вот такого падения, но слава Христе Божьей, что ты есть у нас, что ты любишь нас и помогаешь нам. Не, вот вам скажу ситуацию такая вот недавно произошла так мне совестно перед Крестителем. Он такую мне являет милость, что мне даже совестно становится. Я сердцем напропускал врага, и я знаю, что из-за этого врага Господь суток на двое на трое уходит, и начинается боль адская в сердце, и самопокаяние, вот как одна девушка написала, что Наталья, она изъясняет со своим чувством, как она изобразила слово покаяние в двух словах. Это желание избавиться от внутренней муки, сердца, души, соединиться со Христом, с любимым. Вот, и если суд здесь еще происходит над людьми, значит, там мы его минуем, человеколюбим, Христовым, поэтому здесь не надо чуждаться судов Божиих. Важно не от искушения убежать от кого мы, от какого мы не можем убежать. Мы должны все делать возможно, чтобы убежать от искушения. Но когда уже не получилось, и оно нас настигло, и мы упали, значит, надо понимать, что наш Отец Небесный попустил и захотел, чтобы это искушение меня настигло. Почему, Владыка, мой и Отец Небесный ты наш, почему ты меня такое попустил? Что опять неразумный раб греха опять сотворил такое? Где опять опечалил Духа твоего, Святого? Господи, подскажи мне, чтобы я покаялся. И вот после этого чувствую тяжесть, тяжесть такую вот, и, знаете, помолился Креститель, Креститель Божий, помоги. И, вы знаете, что-то прям отвлекся ненадолго, прям сердечно прям воздохнул к нему и отвлекся немножко. Через несколько секунд у меня уже Дух Святый в сердце был. И мне стало так неловко, Господи, как же мне неловко, прости меня, я понимаю, что я не могу не проявлять ни своей воли, ничего, и боюсь рассказать все, что я говорю, все гордость пропитана. Но смилуйся надо мной, не приходи сейчас ко мне, потому что это совесть, это мне очень горько, что ты сейчас приходишь, твоя любовь она пожигает меня. Я чувствую, что мое сердце жаждет хоть какой-то епитимии понести, ибо только в епитимии я нахожу себя, что я в своей природе нахожусь, Господи. Не умею ценить ни добро, не умею хранить добро благодати Твоей, ничего не умею, поэтому прошу оправдай Твоим оправданием. Помоги мне во всем принять в сердце страх Твой, и тогда я буду в безопасности, потому что страх Твой, Господи, он будет меня охранять на всем пути моем. Да будет в сердце у нас всегда желание не бояться никакой боли сердечной, идите на эту боль сердечную и не бойтесь ее вообще. Если Владыка наш Христос попустил ее, сораспинайтесь. Важно правильно как относиться к искушению. Понимаете, это очень важно, ибо если человек мыслями принимает тяготу и не договаривается с сердцем, потерпи ради Христа, ты же виноват, но ты же согрешил, почему ты сейчас выделываешься, сидишь, ропот поднимаешь, еще что-то, ты же виноват. И когда сам собой человек договаривается с сердцем, ему потом легче становится. Об этом Святой Феофан Вышинский писал, этот урок искусственный открыл договариваться с сердцем. Идти на службу не хочется, а ты заставляешь себя, и потом идешь и через силу, а через силу где-то забираешь силу, и у учись договариваться с сердцем. Ну иди помолись Господу, ведь это же обман. Сейчас только кажется, что тебе тяжело, еще что-то, а придешь все исчезнет, а с какой радостью ты будешь уходить оттуда. Ведь это всего лишь два часа каких-то, а выйдешь, какой благодатью получишь. А даже если Господь не сподобит тебя благодати, но зато ты будешь стоять перед Христом Богом, будешь девицей наблюдать не хоть как ты сам служишь Ему, а девице наблюдай, как Ему служат другие, великому Творцу нашему. Можно во всем угождать Богу, если у нас мысли будут добрые и правильные. Худое из всего худое получает, а доброе из всего доброго получает. Если устроение у нас доброе, даже смертное, что выпьем, не повредит. Такова природа устроение благодати Духа Святаго, которое нас наполняет, оживляет. Если Дух Святый Бог наш есть, живодавец Бог, то когда Он Духа своего подает, поэтому понятно, почему смертоносное выпивают и не вредит. Потому что тот, который жизни дает, есть источник всякой жизни в нашем сердце находится. Поэтому благодарю вас, что вы слово сказали. С радостью сердечно принимаю вас в окормление, ибо Дух Святый соизволил мне в сердце мое грешное прийти, когда ответ вам говорю. Значит, это и есть то, что Господь принимает вас. Но быть у меня в окормлении, я скажу, что вас грешные очень строги, понимаете, и мне приходится очень строго наказывать. Через меня Господь на больные пятки наступает людям. Именно те грехи вскрывает, которые человек в себе не видит. Именно ту прелесть вытаскивает, которую человек в себе не ощущает, и наоборот думает, что правильно делает. Принятие меня как духовного отца, это значит весь свой опыт, который у вас есть, через меня как сито протащить все, и ничему не верить, и никогда никакой суд не заключать ни о себе, ни о людях. О третьем лице никогда не говорите, если разговариваете с кем-то, об этом третьем лице, который не присутствует. Если вы сможете вот так вот и совет почаще спрашивать, то добре будет и жизнь у вас происходить. Если вы будете бояться только одно, это и бегать только смущение, ибо смущение это великий враг молитвы. Если у человека смут, почему у вас именно на молитвы вылазила брань, Господь вам через молитву уже показал, что чадо мое, ты уже в молитве посмотри, я тебе показываю, что как отцы учили. Хочешь распознать, что Богу не угодно, в молитве смотри, ибо если через молитву что-то проявляется, ты не Богу молишься, не соединяешься с Ним, а на кого-то идут какие-то мысли, или брани, или еще что-то, или там картошку копаешь, да, то любые мысли, какие идут, обращай на них внимание, какие в молитве пробиваются к тебе, там враг, знай его, не сразу его гони, прям, потому что надо рассмотреть его чуть-чуть, но отцы святые говорят об этом, что если человек совсем слабый, то надо сразу гнать, а если немножко можно рассмотреть это, где он пытается тебе подножку поставить, хоть разуметь немножко, то и здесь можно у Бога этой мудрости попросить, у Христа, который всегда и просто всем подает все, только не тогда, как мы желаем принять, и не так, как мы желаем принять, у него свой обычай это все, поэтому как-то вот так, что хотел сказать, то и сказал, спасайтесь, желайте, чтобы Дух Святый поселился в ваши сердца, чтобы мы научились молиться в Духе Истине, но скажу вам, когда Аз Грешный сказал вот такой совет людям, что Господи, душа моя жаждет эпитимии, повремени немножко человеколюбием своим, я знаю, что ты любишь человека и благодать подаешь, но мое сердце жаждет хоть чуть-чуть эпитимии, хоть немного, боюсь тебя оскорбить, боюсь перед совестью, это же в осуждении мне великая милость твоя. Когда эти слова сказал через это смирение, как меня грешного Господь утешил, я рыдал как ребенок. Господь показывает, что нужно быть воином и смиренным воином. Это нужно, закаляться, не бойтесь никакой войны, духовной, телесной, ничего не бойтесь, бойтесь только одно, смущение, бойтесь греха. Дух Святый уходит, надо бояться, чтобы нам не умереть без Духа Святого. Помоги всем, Господи, у нас много скорбей в жизни будет, но мы еще в начале пути, ибо Господь нас только сейчас начинает учить окормляться. Сколько людей вроде в церкви находятся, окормляться не окормляться и не знают, что это такое. А ведь в окормлении есть свои брани, первая брань на Духовного Отца. На Духовного Отца своя брань, она своеобразная, она может прийти в любое время, когда человек ее не ждет. Надо в этот момент помнить слова, что Блаженного Августина, смотри не на то, как живет священник, а смотри на то, что он проповедует, о чем он говорит. Поэтому здесь я думаю, что вот вспомните, почему вроде такая ситуация, да, вот раз там блаженный какой-то в монастыре, да, и там его все обзывают, что все такие монахи, такие все безбожники, того, кого обзывают, оказался он святой, да, и настолько великий столб, а они же все обзывали его. Так что, они все безбожники, что они его обзывали? я думаю, я думаю, здесь братья, Господь, человеколюбивый, так управляет, что тому избраннику своему, кого избирают, подает некую черту характера, такую попускает, чтобы люди немножко его принимали, бичевали, лупили, толкали, еще что-то не принимали, но скрывает то, что созидается в нем сам до поры до времени, пока человек смирится. Поэтому здесь вот много мудрости у Господа. Старайтесь проникаться в эти дела, и, знаете, можно так улетучиться, исчезнуть. Вот приходит Господь, и сердце забирает на небо, и вроде здесь находишься, а сам и не находишься тут. И в сердце такой огонь горит благодать и Духа Святаго, и что Бог хочет, то и показывает. Хотя люди, людям свойственно проявлять неверие, если Господь Иисус Христос был, и Ему неверие проявили, то неужели нам будут все 100% верить? Конечно же, неверие это такая зараза. Чтобы вам просто понимать, братья, что такое православие? Православие это чувство. Это чувство. А есть чувство подменное от сатаны. И вот эта борьба идет всегда за чувство, потому что сердце есть чувствилище души. именно чувствилище, понимаете, вот именно. И война идет за то, чтобы очищать сердце свое, очищать чувство. Поэтому первый, самый шаг не доверять себе, потому что через веру себе, вот смотрите, кому человек поверил, с тем и соединился. Вот чувство и вера, вот эти вот две вещи. Если, допустим, чувство очищается и вера правильная, то тогда человек взлетает ко Господу. А враг желает именно чувство затемнить и извращая какую-то информацию. Поэтому старайтесь, чтобы у вас чувства были побольше к Богу, правильные, честные, добрые, чтобы Господь мог беспрепятственно приходить и утешать вас, чтобы вы удивлялись, Господи, я не думаю о тебе, а ты пришел ко мне, какое у тебя сердечко, кто ты такой, Господи, я до сих пор удивляюсь и не могу понять, как сказка, а если я проснусь, Господи, и тебя не обрету здесь, как же быть тогда? Я ведь жить-то без тебя не умею, не могу и не хочу и не знаю, как. Полюбите Христа Бога и тогда любое у вас какое-то дело, которое будет происходить вокруг вас, вы будете верить, что Господь Содержитель наш, наш великий и страшно управляет всем, запомнить, поэтому неверие проявлять какое-то или еще что-то здесь вот, но дело не доброе и тем более, когда человек не ставится куда-то, допустим, на какое-то место, чтобы чем-то управлять, то он перед Богом ответственность за это не несет, а если он перед Богом за это ответственность не несет, то значит с него это не спрашивается, а раз не спрашивается, значит суды ему на это не дают, никак, понимаете? значит Господь вам не дал рассуждения на это, а враг подкинул и его приняли, поэтому каждый стойте на своем месте, не лезьте выше, куда Бог не ставит, не опускайтесь ниже, куда Бог вам нам всем не советует опускаться и лезть в поисподнюю, будем стараться искать счастье по Богу, а счастье ведь то, человек найдет пятую ступень, а это его ступень, он будет счастливый, чуть выше поднимется, он будет несчастливый, чуть ниже опустится, он опять будет несчастливый, нам надо найти свою ступень, и тогда мы сможем открыть именно таланты, те, которые Господь подал человеку, для того, чтобы хотя бы, если не приумножить их, то хотя бы не зарыть, а отдать его хотя бы, вот, и задача духовника это исправить помышления, те, которые человек ранее принял от врага и поверил им, и думает, что они неправильные, понимаете, любое какое-то неправильное учение, которое сердцем человек принял, духовник должен их исправлять, потому что через это неправильное учение заходят бесы в сердце и имеют доступ к человеку, и человек бывает как ведро дырявое, благодать приходит, а потом выливается, почему, потому что в сердце много неправильных мыслей, которые человек принял за истину, если желаете в этом потрудиться, спаси Господи, буду рад потрудиться с вами, с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова